Тиндер ушел из России, и пока его бывшие пользователи ищут аналоги, мошенники активно пользуются ситуацией. Пятеро парней из Чердоклинского района, двое из которых были несовершеннолетними, создали организованную преступную группу. Была разработана преступная схема. То есть был создан аккаунт в социальной сети ВКонтакте, фейковый, так называемый, то есть ненастоящий. Соответственно, там были размещены фотографии девушки, неустановленные, которые они скачали в интернете. И, соответственно, от этой девушки, от имени этой девушки они вели переписку. Переписывались подсудимые с жертвами на личные темы, в том числе и про интимные отношения. Отправляли фотографии. После этого приглашали на встречу домой, якобы в квартиру девушки. Когда мужчины приезжали в подъезде или около дома, их встречала банда, которая, угрожая, уводила жертв в гараж и уже там вымогала деньги. Некоторых избивали. Их преступная деятельность была пресечена сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью МВД России Паулянской области. В ходе судебного заседания они вину в совершении накремнированных преступлений не признали. Объяснили свои действия подсудимые тем, что они якобы боролись с совращением несовершеннолетних. Однако на судебном заседании гособвинители привели другие доказательства. Переписку участников банды, где они обсуждали процесс вымогательства и показания потерпевших. По результатам рассмотрения уголовного дела судом все участники группы были признаны виновными и получили наказание от 4,5 до 9 лет лишения свободы в зависимости от роли в преступной группе. В настоящее время приговор в законную силу не вступил, поскольку подсудимые подали апелляционную жалобу.